Боли Аллаху фи китаби хиль-карим Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун Аллязина аману вакану яттакун Ла хумуль бушра фил хаяты дуния ва фил ахирах Всевышний Аллах сказал в своей книге Воистину, друзья Аллаха не познают страха и не будут опечалены Те, которые уверовали и были богобоязненными Им благая весть в ближнем мире и в загробном Данный аят священного Корана говорит, что друзья Аллаха не познают страха и не будут опечалены Где и когда они не познают страха, где и когда они не будут опечалены Естественно, здесь подразумевается день суда В день суда, когда Аллах соберет всех людей, которые когда-либо жили на земле Всех до единого человека И всех будет судить страшным судом В тот день люди будут испытывать страх и ужас В аятах Корана, в хадисах сказано, что человек тогда забудет обо всем О самых своих близких людях Даже мать забудет о своем ребенке Настолько там будет все страшно, настолько там все будет ужасно И только друзья Аллаха, они не будут тогда испытывать страха Почему они не будут тогда страха испытывать? Потому что в этом мире, живя в этом мире, они были богобоязнены Что значит богобоязнены? Они страшились Аллаха, они боялись его наказания И поэтому они никогда не нарушали запретов Аллаха В этом мире они испытывали страх перед Аллахом И взамен этого Аллах их наградит тем, что в судный день Они не будут испытывать больше страха Они будут награждены И пусть нам Аллах поможет быть богобоязненными Чтобы мы оказались из числа тех людей, о которых говорится в этом аяте Это те люди, которые страшились Аллаха Которые следовали за пророком и следовали за нашими имамами И таких людей богобоязненность спасет в день суда Сегодня у нас 17 число месяца Рабиул Ауаль Сегодня у нас особенный день Благословенный день, радостный день В этот день на свет родился лучший человек Который когда-либо жил на земле Лучшее творение Аллаха Он имам первых и имам последних И это Мухаммад Мустафа Это пророк Ислама Это посланник Аллаха Это наш пророк И в этот же день родился его выдающийся потомок Довод Аллаха ко всем творениям Шестой наш имам Предводитель всего человечества Имам Джафар Ибн Мухаммад Ассадык Я вас всех поздравляю с этой знаменательной датой Поздравляю с днем рождения нашего пророка Поздравляю с днем рождения имама Ассадыка Прошу Аллаха, чтобы он увеличил в наших сердцах Любовь к ним Чтобы мы продолжали следовать за ними И чтобы в день суда Аллах для нас устроил встречу с ними Сегодня Мавлюдун-Наби Поэтому эту пятничную проповедь Я хочу посвятить посланнику Аллаха Скажите салават О посланнике Аллаха вы знаете очень много Невозможно себе представить мусульманина Который следовал бы за пророком За пророком ислама И не знал о его личности Не знал о его жизни Не знал о его наставлениях О его роли в этом мире Вы все это знаете Жизнь пророка многогранна Его личность также многогранна Поэтому в рамках одной проповеди Всю его жизнь, всю его личность охватить Просто-напросто невозможно Поэтому в этой проповеди я ограничусь Упоминанием нескольких моментов Связанных с посланником Аллаха И приведу вам несколько хадисов Из книги Аль-Кафи Однажды один из подвижников имама Садыка По имени Хусейн ибн Абдулла Пришел к имаму Садыку и спросил его Задал ему следующий вопрос «Был ли посланник Аллаха господином потомков Адама?» То есть он имеет в виду «Был ли посланник Аллаха господином и предводителем всех людей?» Возможно, в те времена среди части мусульман Ходило такое мнение, что наш пророк Был господином и предводителем только мусульман Или же некоторые из них думали, что пророк был господином только арабов И по этой причине этот человек пришел к имаму Садыку и спросил его «Был ли посланник Аллаха господином потомков Адама?» И имам Садык ответил ему на этот вопрос «Кана в Аллахи сейеда мэн халак Аллах Ва мэн бара Аллаху барията хайран мин Мухаммад саллаллаху алейхи ва алих» «Аллаху ассалли аля Мухаммад ва Мухаммад» И имам Садык в ответ ему сказал «Клянусь Аллахом, он господин всех, кого сотворил Аллах» «Аллах не сотворил творение лучше, чем Мухаммад, да благословит Аллах его и его род» «Имам Садык в этом хадисе говорит, что посланник Аллаха господин не только потомков Адама, не только людей» «Имам Садык говорит, он господин всех творений, которых сотворил Аллах» И имам Садык использует здесь клятву, клянется Аллахом, говорит «у Аллахи» Это для того, чтобы подчеркнуть значимость того, что он говорит, чтобы подтвердить реальность того, что он говорит Посланник Аллаха, он не только господин людей, он господин всех творений Аллаха, включая ангелов и джинов То есть получается, что посланник Аллаха господин людей, посланник Аллаха господин джинов и посланник Аллаха господин ангелов Для всех он господин И дальше имам говорит, что Аллах не создал творение лучше, чем наш пророк То есть наш пророк – это самое лучшее творение Аллаха, самое совершенное творение Аллаха, самое превосходное творение Аллаха И он по этой причине превосходит всех, всех людей, всех джинов и всех ангелов Даже самые-самые приближенные к Аллаху ангелы, они не могут приблизиться в достоинствах до пророка Наш пророк – самое лучшее творение Аллаха И почему другие хадисы разъясняют это? Посланник Аллаха был непростым человеком, его реальная сущность отличалась от сущности людей Да, он был физически, материально, как человек, но реальную сущность посланника Аллаха умы познать и достигнуть не могут Потому что в хадисах сказано, что свет Мухаммада, его свет был первым творением, который был создан Аллахом То есть свет нашего пророка – это первое творение Сам посланник Аллаха говорил Всевышний Аллах сотворил меня из блеска своего света Пророк сотворен из блеска света Аллаха Мы не можем постигнуть, что такое свет Аллаха И в результате этого мы не можем постигнуть реальную сущность посланника Аллаха, который сотворен из этого света В одном из хадисов, также от имама Садыка, алейхиссалям, сказано, что Всевышний Аллах однажды обратился к нашему пророку и сказал ему О Мухаммад! Я сотворил тебя и сотворил Али одним светом до того, как сотворил небеса, землю и трон То есть здесь Аллах говорит, что и наш пророк, и вместе с ним имам Али были сотворены в виде одного света задолго до сотворения всего остального Задолго до того, как Аллах сотворил небеса, как сотворил он землю и даже до того, как сотворил он трон Аллаха, свой трон, Арш То есть получается, что свет, вот этот, свет пророка, свет Али, это первое творение Аллаха И в хадисах действительно об этом упоминается именно так, что наши непорочные, 14 непорочных, они были сотворены в виде света задолго до всех остальных творений И уже из этого света Аллах начал творить другие творения, другие создания Поэтому наш пророк, наши непорочные, они всегда были и продолжают оставаться источником божественной милости Которая от Аллаха проистекает на все творения Вот эту вот божественную милость называют фейс в наших книгах по вероучению Эта божественная милость называется фейс И эта божественная милость всегда проистекает на все творение, но не напрямую от Аллаха, а через первое творение Через наших 14 непорочных И дальше в этом хадисе говорится Сначала Всевышний Аллах сказал пророку Я сотворил тебя и Али одним светом задолго до того, как сотворил небеса, трон и землю А затем он говорит И ты не переставал свидетельствовать о моем единстве и прославлять меня То есть еще ничего не было сотворено, но наш пророк уже свидетельствовал о единстве Аллаха и восхвалял его Затем Аллах говорит Затем я собрал ваши души, то есть твою душу пророк и душу Али и соединил их в одну душу И эта душа продолжала прославлять меня, отвергала от меня все недостатки и свидетельствовала о моем единстве А затем я разделил эту душу на две части и каждую часть поделил еще на две и стало четыре части И Аллах говорит, одна это Мухаммад, одна это Али и две другие Хасан и Хусейн То есть четыре части, еще ничего не было сотворено Вот эти наши непорочные уже начали твориться в виде света И затем в хадисе сказано дальше Затем Аллах сотворил Фатиму из этого света А затем Аллах провел рукой по нам, это имам Садык рассказывает, по нам, то есть по имамам И утвердил свой свет в нас То есть вот эта вот тайна из сотворений мира, о которой рассказал имам Садык 14 непорочных в виде света были сотворены задолго до всего остального творения И в этом хадисе от имама Садыка говорится, что Аллах провел по нам правой рукой И утвердил свой свет в нас Данный отрывок не надо понимать буквально То есть у Аллаха нет рук, у него нет ни правой руки, ни левой руки Он не тело, он не форма, он не образ Если у кого-то есть рука или какая-то часть тела Это указывает на то, что это существо, оно делится на части Что оно находится где-то и не находится в другом месте Аллах свободен от этого Поэтому такую фразу, правая рука Аллаха, которую он провел по нам Нужно понимать аллегорически, то есть нужно понимать, что это могущество Аллаха Это воля Аллаха, посредством которых он сотворил наших непорочных Также при рождении посланника Аллаха присутствующие тоже увидели свет Восхитительный свет, который наполнил всю комнату Также от имама Садыка, алейхиссалям, приводится хадис, в котором сказано Когда Амина, мама нашего пророка, родила младенца Рядом с ней находилась Фатима бинт Асад Фатима бинт Асад – это жена Абуталиба и мать повелителя правоверных Али Когда родился наш пророк, рядом с Аминой находилась Фатима бинт Асад И она сказала, видишь ли ты то, что вижу я? А что ты видишь? Я вижу сияющий свет, охвативший все с востока до запада И в это время в комнату вошел Абуталиб И увидел их удивленными и спросил Что вас удивило? И Фатима бинт Асад рассказала своему мужу, что их удивило Рассказала об этом свете, который они увидели И после того, как Абуталиб выслушал ее, он сказал Хочешь, я расскажу тебе о благой вести? Она сказала, да И Абуталиб сказал Скоро ты станешь матерью человека Который является преемником и наместником этого младенца Младенец, который только что родился, посланник Аллаха И Абуталиб дает весть своей супруге Что ты станешь матерью мальчика, который будет наместником этого младенца И этот хадис указывает на одну интересную вещь Откуда Абуталиб знал это? Он знал это по той причине, что, как сказано в наших хадисах Сам Абуталиб и дедушка пророка Абдульмут Талиб Они не были простыми людьми Они были преемниками пророков Они имели связь с миром сокровенного По этой причине и Абдульмут Талиб, и Абуталиб знали Что вот эти вот младенцы, которые родились Посланник Аллаха, имам Али Они не простые младенцы Они являются предводителями человечества И в качестве доказательства того, что я сейчас сказал Я приведу несколько хадисов Имам Бахир, алейхиссалям, говорил Что все предки нашего пророка Начиная от Ибрагима и Исмаила Были пророками Есть такой хадис Затем есть хадис от имама Али Который говорит Мой отец Абуталиб был последним из преемников предыдущих пророков То есть у всех пророков были преемники И имам Али говорит, что мой отец Абуталиб был преемником этих пророков Не самим пророком, а преемником пророков И также имам Садык, алейхиссалям Есть от него такой хадис Абуталиб был из числа преемников И он был верен своему преемству И передал завещание пророков Передал кому? Передал своему племяннику Который стал посланником Аллаха И также от самого Абуталиба передается Хадис, что он говорил Я стою на религии Абдульмутталиба А он был из числа преемников пророка Ибрагима То есть дедушка нашего пророка и имама Али Отец имама Али Они не были простыми людьми Они были преемниками пророков Скажите салават Еще один хадис Этот хадис передается в книге Аль-Кафи От имама Садыка, алейхиссалям Он сказал В свое время некоторые из курейшитов Подошли к пророку И спросили его В чем ты опередил остальных пророков? Ведь ты был послан последним из них Ты был завершающим пророком Они задали ему такой вопрос Некоторым людям казалось в те времена Что если наш посланник Аллаха был послан последним То значит в ряду всех остальных пророков Он занимает самую низкую степень Хотя на самом деле это не так Мы хадисы уже читали Что он первое творение Самое лучшее творение Что он господин всех творений Но были люди, которые сомневались в этом И они к нему пришли И спросили его В чем ты опередил пророков? Ведь ты был послан последним из них И на этот вопрос Сам посланник Аллаха ответил Воистину Я был первым, кто уверовал в Господа И первым, кто ответил Когда Аллах взял завет с пророков Он велел им свидетельствовать И спросил Не я ли ваш Господь? На что пророки ответили Да А я был самым первым пророком Сказавшим да Я опередил всех остальных пророков В признании единства Аллаха В данном хадисе рассказывается о том Что происходило в мире зар В мире частиц Что такое мир зар? Мир частиц Мир зар Это такое место Где все люди В виде частиц Они еще тогда не были сотворены У них не было душ У них не было тел Все люди в виде частиц Они находились в этом месте И это место называется зар И тогда у всех людей Аллах взял свидетельство Взял завет Об этом имеется указание В священном Коране В 172 аяте Суры преграды Тогда в мире зар Аллах собрал Всех людей Рассыпанных в виде частиц И спросил у них Аля стуби роббикум Разве не я ваш господь? И тогда все люди сказали Холю баля шахидна Да, мы свидетельствуем То есть все люди Все люди тогда в мире зар Признали Что они Свидетельствуют О том Что Аллах Ты действительно Наш господь Верующие Свидетельствовали Об этом Раньше неверующих Праведники Раньше верующих Пророки Раньше Праведников А наш пророк Посланник Аллаха Засвидетельствовал это Раньше всех остальных пророков То есть Раньше всего человечества Раньше всех людей Единство Аллаха Засвидетельствовал наш пророк И это еще Одно достоинство Которое Отличает его От всех остальных творений И кстати В наших хадисах От имамов Приводится Продолжение Того Что там творилось После того Как Аллах Спросил Аля стубиробикум Не я ли ваш господь И все люди Ответили да В хадисах Сказано Что после этого Аллах У всех людей Спросил Аляйса Мухаммад Бинабиикум Разве Мухаммад Не ваш пророк Аллах И тогда Некоторые люди Ответили да А некоторые люди Промолчали И среди тех людей Которые ответили да Были те Кто сказал Искренне Да А были те Кто сказал языком Но в сердцах Испытывали сомнения И в продолжении Хадисов Сказано Что после этого Аллах задал Еще один вопрос Аляйса Али Би Имамикум Разве Али Не ваш имам И тогда Малая часть Людей Сказали да А большая часть Людей Промолчали И по этой причине Мы видим Что Последователей Ахлюльбейт Во все времена Было мало Во все времена Они находились В меньшинстве И о том Что посланник Аллаха Опередил Всех остальных Людей В признании Единства Аллаха В признании Его господства Говорится В одном Известном Зиарате Этот зиарат Очень желательно Читать сегодня В день рождения Посланника Аллаха В одном Из отрывков В отрывках Этого Зиарата К пророку Сказано Мир тебе О довод Аллаха К первым И последним Опередивший Всех В подчинении Господу Миров В этом Зиарате Также говорится Что пророк Опередил Всех В подчинении Господу Миров И далее Еще сказано Первый из пророков В Завете Который был дан Им в мире Зазар И последний Из пророков Посланный С миссией К людям И хочу Еще сказать Несколько слов О Зиарате К пророку Посланник Аллаха Саллаллаху Алейхи Валейхи Вассалям Похоронен В Медине На территории Мечети пророка Масджидун-наби И на протяжении Всей истории Мусульмане Всегда Приезжали В Медину Совершали Зиарат К пророку Давали ему Салам Стояли возле Его могилы Делали Тавасуль Просили У Аллаха Дуга Обращались К Аллаху С разными Дуга Но сегодня Как вы знаете Зиарат К пророку Затруднителен Потому что Сегодня Медина Масджидун-наби Находятся под влиянием Ваххабитов И они Не дозволяют Мусульманам Приходить Совершать Зиарат Совершать Тавасули Кладбище Бакы Они и вовсе Разрушили Там были Мавзолеи Там были Постройки Над могилами Имамов Эти могилы Были уничтожены Но Могила Пророка И она Еще Цела Почему Цела Потому что Все-таки Ваххабиты Они Боятся Разрушить Эту могилу Боятся Почему Потому что Если они Разрушат Эту могилу То будут Возмущаться Не только Шииты Которых Мало Будут Возмущаться Все Сунниты Тогда Это Возмущение Оно Может Вылиться В нечто Более Такое Сильное Чем Просто Возмущение По этой Причине Они Не разрушают Могилу Пророка Могила Пророка Также Там Находится Но Они Не Дозволяют Мусульманам Которые Совершают Зиарат Останавливаться Возле Могилы Стоять Долго Они Их Прогоняют Не Дозволяют Читать Зиарат Не Дозволяют Обращаться С Тавас Сулем Хотя Зиарат К пророку Имеет Очень Много Достоинств И Зачитаю Вам Несколько Достоинств Зиарата К посланнику Аллаха Передает Ибн Абин Аджиран Он Сказал Имаму Бахиру Достану Я жертвы За тебя Что Полагается Тому Кто Сознательно Совершит Зиарат К посланнику Аллаха И Имам Бахир ему Ответил Ему Полагается Рай То есть В этом Хадисе Сказано Что Сознательно Искренне Выполненный Зиарат К посланнику Аллаха За это Мусульманин Получит Рай То есть Когда мы Мусульмане Имея Искренне Искренне Намерение Совершить Зиарат К пророку Едем Туда Но По причинам Которые Не зависят От нас Мы не можем В полной мере Совершить Зиарат Точно так же Например Как мы это Делаем В Машхаде Или в Кирбиле Или в Наджафе Где мы Свободны Где нам Никто не мешает Когда в Медине Мы этого Не можем Делать Все равно Аллах Смотрит На Намерение Наше На намерение Мусульман Если у человека Было искреннее Намерение Совершить Зиарат К пророку Но он не смог Этого сделать В полной мере Аллах Щедрый Аллах Нескупой И он Сполна Дарует ему Мусульманину Эту награду Награду За совершение Зиарат К пророку То есть Рай Естественно При условиях Естественно При условиях Что Человек Подчинялся Аллах Человек Следовал Пророку Человек Не нарушал Запреты Следовал Всем велениям Пророка В том числе Велению О следовании Ахлюльбейт Еще В одном Хадисе Посланник Аллаха Говорит Кто совершит Зиарат Ко мне Тому я буду Заступником В день суда Из Многочисленных Хадисов Вы знаете Что В судный День Некоторые Люди Будут Заступаться За других Людей Некоторые Люди Это кто Это пророки Это посланники Это имамы Это праведники Мученики За веру И в некоторых Хадисах Это даже сказано Что обычный Верующий Последователь Ахлюльбейт Даже он Будет Заступаться Аллах Даст ему Возможность Заступаться За других Людей Но Самым лучшим Заступником Самым большим Правом Заступничества Является Наш посланник Аллаха И Если Посланник Аллаха Совершит Заступничество Заступиться За кого-то Из грешных Мусульман Который Там Какие-то Ошибки Совершил Какие-то Промахи Совершил То Аллах Непременно Примет Его Заступничество И вот Награда Человека Который Совершит Зиарат К посланнику Аллаха Этой наградой Будет то Что Посланник Аллаха Станет Его Заступником В день Суда И Еще Один Хадис В этом Хадисе Имам Хусейн Алейхиссалям Который При жизни Посланника Аллаха Был Еще Маленьким Мальчиком Имам Хусейн Пришел К пророку К своему Дедушке И спросил Его Что Полагается Тому Кто Совершит Зиарат К тебе И Посланник Аллаха Сказал Сынок Хусейн Посланник Аллаха Хасана И Хусейна Никогда Не называл Внуки Он всегда им говорил Сыновья Они Мои Сыновья И Посланник Аллаха Ему Ответил Сынок Хусейн Кто Совершит Зиарат Ко Мне При жизни Моей Или После Моей Смерти Или Совершит Зиарат К твоему Отцу То К Имаму Али Или Совершит Зиарат К твоему Брату То К Имаму Хасану Или Совершит Зиарат К тебе Имам Хусейн Тот Будет Иметь Право На то Чтобы В день Суда Я Совершил Зиарат К нему И Я Освобожу Его От всех Грехов То есть Тут Посланник Аллаха Говорит Что Не только Зиарат Ко мне Но и Зиарат К Али К Хасану И К Хусейну Посланник Аллаха Совершит К этому Человеку Зиарат В судный День И Поможет Ему Освободиться От всех Грехов Продолжение следует